Как и большинство аргентинцев, стюардесса Сабрина Посса раньше несколько раз в неделю ела говядину. Однако из-за инфляции и падения курса национальной валюты она была вынуждена кардинально изменить рацион. «Раньше мы раз в неделю готовили говяжий шницель. Теперь я мясо не готовлю, курица дешевле, готовлю куриное мясо». Говядина теперь редко появляется в тарелках многих представителей среднего класса Аргентины. Экономика всё больше погружается в кризис, а инфляция к концу года может превысить 44%. Однако людям сложно свыкнуться с таким положением. Большинство аргентинцев считают говядину неотъемлемой частью своей национальной идентичности. «Мы почти не едим мясо, рыбу тоже, потому что цены заоблачные, фруктов тоже меньше и гулять не ходим». Продавцы мяса тоже говорят, что в последние месяцы продажи упали. На плаву удерживаются только благодаря экспорту в Россию и Китай. Эти страны – главные иностранные покупатели аргентинской говядины. «Раньше люди покупали по килограмму или килограмму с чем-то. Теперь объём сократился на 30-40%. Они покупают полкило или просят либо один кусок, либо говяжий шницель. Много не покупают». Между тем, мясная индустрия Аргентины страдает из-за худшей за десятилетия засухи, которая продолжается с конца 2017 года. «Многие компании в сфере холодильной промышленности работают в убыток, поскольку объём продаж сократился. Они работают в убыток, но сами компании пока не закрываются». Согласно исследованию, опубликованному в сентябре, потребление говядины в стране было самым низким за последние 60 лет. Редактор субтитров А.Семкин